Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат. С вами Владимир Добров и полуфинальный матч с Кринг-Опен между двумя американскими гроссмейстерами Накаморой и Весли Со. Итак, чем был интересен этот матч? Ну, конечно, предпочтения некоторые давали Накаморе, так как все-таки у него, наверное, чуть больше опыта в онлайн-поединках, и он более титулованный в этом плане. Однако Со тоже далеко не просто, и уже неоднократно тоже был и в финалах, и выигрывал финалы, и Фишера хорошо играет в интернете. Ну, в общем, что говорить, два топовых шахматиста встретились между собой и начали выяснять, кто сильнее. Могу лишь сказать, что это был не день Накаморы, и игра у него не шла совсем. Но первая партия, в которой Накамор белыми кое-как расставил свои фигуры, можно так сказать, ничего совершенно не получил по дебюту, пытался как-то замутить воду вокруг короля. Ну, а в то время, как Весли Со спокойно совершенно реагировала и играл исключительно по центру. Со хорош прежде всего тем, что он весьма стабильно, стабильно хорошо и практично играет в центре. Не придумывает велосипед, так называемый. Ну, и вот после некоторых движений белые получили стабильно похуже, черные провели и в 5, и у них было все на мази. Так, нам Накаморе пришлось уже защищаться, но, в общем-то, Сой здесь слишком сильно не лез, хотя у него были, наверное, шансы для чуть большего. Однако, в общем, после следующих движений возник такой вот меншплёк, где поменялись фигуры. Ну, и, в общем-то, борьба, как говорят в таких случаях, выхолачивается, но и партия быстро завершилась повторением ходов. Во второй партии, где уже белая фигура Весли Со, была более полнокровная борьба, и Весли Со очень здорово, опять-таки, прощупал некоторые бреши в итальянке. Эту итальянку мы уже видели неоднократно, в том числе и в исполнении Магнуса. Напомню, что здесь он играл конь Е7 в таких позициях, и на Д4 в партии с гири он просто уходил слоном на А7, тем самым обновив позицию в известной Тавии. Ну, Накаморе сыграл слон Б6, и возникла, в общем, стандартная, такая вот итальянообразная ветка. После размена на коней на Ж5, черный, с одной стороны, установили больше контроль над полем Д4, с другой стороны, некоторым родим ослабили королевский фланг, поэтому, конечно, в полном уравнении они не достигли. Ну и Весли Со решается на движение Д4. Д4 взял на С6 в промежутке и взял С2. У белых центр, у черных два слона. Но вопрос структуры. Как работать с этой структурой? Потому что одна из пешек должна двинуться вперед. Потому как в случае, если черным делать вообще ничего не будут, но, в принципе, они, конечно, могут поставить и оборонительные ежи, то есть ходом Ф6. Ну, белые в этом случае сконцентрируются на пешке С6. Слон Е3, ладят С1, или Ферзь С2. Ну, в общем, будет достаточно крепкая позиция воздавления на пешку С. Ну, Накамор эту партию провел стратегически очень слабо. На мой взгляд, во-первых, ход С5 сам по себе непрост, потому что надо за ним, как говорится, соследить, потому как любое дальнейшее движение с этой структурой, оно может быть критичным. Во-первых, слон на Б6 пока оказался в ауте. Часто после этих движений слону нужно время, чтобы войти в игру. Ну, а у белых все гораздо проще. Они просто-напросто концентрируются на этом слоне и ждут дальнейших движений. В случае С6 везде слаба пешка на Д6. В случае хода С4 пешка будет оторвана. Ну, а без этих ходов черному слону, в общем-то, в этой партии делать нечем. Ну, и Накамора, в общем, попытался здесь играть Ладей Е8. То есть очень, так сказать, невзрачное такое вот восприятие. Это у меня вот после таких вот движений, как С5 и Ладей Е8. Немножко странно со стороны Накамора. Немножко наплевательски, на мой взгляд, было сыграно. Ну, хорошо, не будем осуждать, потому что, во-первых, шахматист Накамора сто раз сильнее, чем ваш подкорный слуга. Ну, и, во-вторых, как бы все мы хороши, когда не за доской. Итак, слон Д2 был сделан ход, очень крепкий ход. Ну, и С4 все-таки решился Накамора оживить своего чернопольника. В то время, как Хвост Лисо, опять-таки, сконцентрировался над контролем полей. Ферзь Ф3 классный ход, Ладей Б8, слон С3. Последовали некоторые передвижения. Черные вроде как укрепились. Но, однако, мы видим, что после хода КНФ5, белый готов к разменам. В этом случае пешка на Е2 будет крайне проблемной. То есть, после хода слона Ф5, естественно, не Ферзем, а можно даже и брать и пешкой с целью установить ладью на Е6. Ну, а в случае разменных ладей пешка С4 потеряется, и делать будет огромный перевес. Так, ну, сыграно не было. После хода слон Б4. Веслисо уклонился. И вот мы видим, что вот такие движения уже просто так не делаются. То есть, Накамура уже предложил слон С5. То есть, в надежде, что белый сидят и испортят, окончательно испортят черную структуру. Однако, даже к этому он был готов и на это был согласен. Лишь бы, как говорится, в терновый курс не лезть. В общем, после хода слон С5, Весли просто повторил позицию. Позиция у него прекрасная, поэтому можно поманеврировать. Опять-таки, подвигал в кошки и мышки, поиграл. Слон вернулся теперь на А6. Нет контроля над конем. Ну, Накамура держал эту оборону. Ну, в итоге, сделал еще один ход. Ладец С1 сконцентрировался на пешке С4. Ну, и в итоге, после хода слона А6, самое время пришло для атаки на короля. Аж четыреклассный ход, открывающий дополнительные ресурсы. По как раз-таки вскрытию вот этого вот положением черного короля. Ферзь Ж4 угрожает скрытый шаг. И приходится убегать королям. А здесь следует несложная тактика. После слона В6Ж и Ферзь H4 выясняется, что грозит мат два хода. Пришлось возвращаться к королям. И ладья Е2. Очень классный перевод. То есть, ладья переходит по третьему ряду. В случае исхода слон С5, вторая ладья у белых также может подойти и помочь. Ну, а любые другие движения уже здесь, в общем-то, бесполезны, бессмысленны. Ладья Е5, ладья Е3. Применялся на Ф5. И здесь, конечно, можно было просто взять на Ф5. Но Лесли Сопа считал ход ладья А3 и поставил натуральный мат в этой позиции, на кому раздался. Очень странное впечатление партии производит, потому что первая часть партии был спокойный, неторопливый дебют, а затем просто-напросто стратегическая отдача партии. Но, тем не менее, отдадим должное Лесли Со. Он здорово разобрался и сделал очень классные ходы, повторения, опять-таки, повозил. То есть, такая стандартная маневренная партия в духе, кажется, в стиле старых мастеров. Ну, и, в общем-то, стал он плюс один. Следующую партию Накамора, играв белыми, тоже ничего не смог по дебюту получить. Немножко Лесли Сот его перехитрил, и по большому счету партия очень быстро перешла в какой-то эншпиль, где очень-очень просто Накамора без каких-либо затей играл. Ну, в общем-то, по большому счету ничего он здесь и не добился, и партия быстро-быстро перешла в равное окончание. Ну, и вот такое вот окончание возникло, по сути дела, белыми поставить проблему он никак не смог. Ну, и Уэсли Сот оставалось не проиграть белыми для того, чтобы зафиксировать победу в первом матче. Ну, и, в общем, что это ему удалось. Накамор вышел в голландскую защиту, ну, и Уэсли Сот, естественно, поставил максимально крепко, получил, опять-таки, большой плюс по дебюту. Ну, и дальше играл, может быть, не самым лучшим образом, но очень крепко и очень надежно. Дальше, в общем-то, мы так наблюдать особо нечего, потому что белые здесь контролировали всю партию, нагнетали обстановку, ну, и после некоторых делодвижений, то есть белые, конечно, создали определенные виды на активность на ферзьем фланге, в то время как на королевском фланге лишь иллюзия какого-то, под какой-то постановкой мата. Ну, и у белых, конечно, большой перевяз, однако Уэсли соустраивала в этой партии ничья, в общем-то, он особо здесь не беспокоился за какие-то более серьезные дивиденды, ему здесь не были необходимы. Ну, в общем-то, в этой позиции, которую можно оценить как хуже у черных, последовало соглашение на ничью, и, по сути дела, таким образом, день игровой для обоих противников закончился. Впереди Весли Со, Накамури сегодня необходимо отыгрываться. Напомню, что он это уже делал в четверг-финале, посмотрим, удастся ли ему это сделать Со. Ну, а Со, окрыленный после победы от Тимура Бараджабову, идет пока уверенным шагом, и, в общем-то, с перспективы смотрит в будущее. Возможно, даже замахнулся уже на финал. Мы отправлялись на первый полуфинальный матч с Кэринг-Оупен, где чемпион мира Магнус Карлсон встретился с Яном Непомничьим. Колосальный по напрягу был матч, и предопределил результат именно первая партия матча. Итак, у Яна были черные фигуры, и Яна разыграла свою любимую защиту. Магнус трейгеровал слон Д2, достаточно крепкий вариант, и можно отметить, что конец 6 сыграл Яна. Напомню, что в этом варианте не так давно были проблемы у Яна с Анандой. Ну, в общем, после некоторых телодвижений произошла похожая структура, видео у белых. Несмотря на некоторые дефекты, есть определенные виды на короля. Ну, и возникла следующая позиция с разносторонними аркировками, где Яна отреагировал очень логично, c6, однако после хода слон h3 возникла достаточно интересная позиция, где от черных требуется серьезнейшая точность. Ян сыграл король g8, и этот ход оказался опасным, но не сказать, что прям проблемным, но очень опасным, потому что после хода ферзь c3, естественно, на f3 никаких позиций их брать было нельзя из-за простейшего шаха. Цд брать просто категорически не хочется после ферзь c3, потому что теряется конь. И вот ходом ферзь c3 он подцепил вот его коня на e5, и приходится теперь черным решать, что делать. Ян здесь ошибся. Проблема в том, что защитить коня не так-то просто. После хода f6 у белых есть ход dc, помимо хода f4, так же, как и другая любая защита, как конь d7 невозможная из-за ход dc. Поэтому выясняется, что коня надо защищать исключительным образом, ферзем. Но с какого поля? С b8 или с c7 или с d6? С d6 рука как-то не хочет делать такой ход, потому что слишком уж подозрительно стоит ферзь под рентгеном. Однако один из таких ходов был возможным уж гораздо лучше, чем ход, который сделал Ян. Ян сделал очень неточный ход, точнее, осуществил ошибку. Но что за ошибку, сразу понять не так-то просто. А проблема в том, что это, по сути, решающая ошибка, так как теперь черный конь неожиданно оказывается в опасности. Белый сделали сильный ход. Чемпион сделал ход d6, таким образом отрезая защиту для коня. И выясняется, что у черных ничего лучше нет, чем взять. А теперь после хода f4 у коня нет спасительной клетки на d7. Вот таким вот образом чемпион обхитрил Яна. И, в общем-то, постепенно здесь дальше, в принципе, игра уже перешла в разряд добивания. Здесь ничего сложного нет. Единственное, что можно отметить, эффектный ход слон е6, открывающий последнюю горизонталь черной. Все черные теряют ферзя, и в связи с этим Ян признал свое поражение. Однако, естественно, Ян у нас известен своими бойцовскими качествами, и второй партии уже старался поставить проблемы Магнусу. И, в общем-то, в какой-то момент они у Магнуса были. Но вот постепенно, в общем-то, без каких-то лишних движений партия перешла в спокойный какой-то эндшпиль. Однако в этом эндшпиле Магнус в какой-то момент остался опять-таки без какого-то материала. Вот как-то так пешку на а6 Ян отъел и имел большой перевес. Однако, несмотря на то, что лишняя пешка, и, казалось бы, коневой, как пешечник, как говорили, как утверждали в свое время, не так-то просто, потому что пешки все находятся на одном фланге, и у черных есть контргра. Контргра с ходом f5. Это же 1 f4, очень важный ход, то есть черные должны образовывать обрезательным образом проходную. Это залог их контр-игры. И вот после проведения a4 выяснил, что позиция не такая простая, и Магнус может просто-напросто никак не реагировать, просто хладнокровно игнорировать никакого движения a4. после хода короля в 2, естественно, он надвинулся еще дальше, и после хода короля в 3 просто продолжил стоять и в ожидании телодвижения белых. Не так просто здесь предложить план для улучшения, надеюсь, что, может быть, вам удастся это сделать, поэтому я предлагаю зрителю осуществить подобный анализ. Ну, в общем, ближним рассмотрением и мне, во всяком случае, выиграть выигрыш так и не удалось найти. Ну, и, в общем, после таких вот таких вот раскачивающих действий в итоге партия перешла в такой вот Эмсполь, где, наверное, в белых были еще шансы на победу, может быть, стоило сыграть как-то похитрее король e4 с целью быть поближе к пешке a, но последовало достаточно простой ход конь g6, ну, и после этого произошли размены, а точнее, вот такой вот уничтожение всех пешек, можно сказать, что Магнус вышел сухим из воды из этой партии и перешел уже к третьей партии, где белыми он быстро быстро разыграл опять-таки ту же защиту, ту же систему, однако вместо слунда 2 уже сыграл e4. Ну, и здесь он очень аккуратно расставился, по большому счету здесь мы готовы было уже отничьиться и предложить Яну переход к последней партии, но Ян молодец, Ян продолжил борьбу и подкрутил очень здорово, в какой-то момент балладиться было совершенно неясно. После разминов побежала пешка, стандартная игра в таких структурах, пешка просто начинает двигаться, особенно при коротких контролях, это просто убийственное движение, но не так-то все просто оказалось, потому что Магнус тоже старался как-то отбиваться, перекрыл диагональ слону на G7, в определенной степени белые также имеют возможность с организацией пешки D, но здорово здесь Ян перегручивал своими фигурами и пешка уже действительно стала крайне опасной, пешка уже на А3 встала и несмотря на казалось бы какой-то белых, на активность белых, черные, в общем, за счет этой пешки уверенно смотрят в будущее. Ну, сложно сказать, как здесь было улучшить игру черных, однако и так было все хорошо, но Мази может быть все-таки стоило играть уже B5, B4, таким образом связывая свои пешки, это была хорошая опция, вместо этого последовал ход ладиться 8, что в общем тоже весьма неплохо. Ну и в этой сложной позиции в какой-то момент переход произошел в Эншпиль и естественно черные здесь владели большим преимуществом, однако опять-таки Магнусу удалось каким-то невероятным образом перекрутить, перекрутиться и опять-таки выйти, как я уже говорил, сухим из воды. Очень много лишних пешек было у белых, у черных прошу прощения, однако вот неожиданно вот такой Эншпиль 4 на 2 вызвал определенные технические трудности и опять-таки Магнус здесь умело предложил даже переход в такой ладений фантастика и спокойно в него перешел и дальше очень четко уравнял. Вот так вот ладений тоже оставляю вам на анализ может быть вы сможете найти здесь способы усиления позиции но вот Яну это сделать не удалось в какой-то момент в какой-то момент правда была такая видимость что он действительно сделал очень много полезных вещей однако оказалось недостаточно очень здорово чемпион приставал к этим пешкам в итоге перешли в известный Эншпиль который указан во всех практических книжках Паладений Эншпиль пешки против ладей ну что же вот на этом партия завершилась и по сути дела последняя партия которую Ян играл белыми опять-таки старался пытался но однако после дебюта позиции в общем-то он сыграл крайне надежно но объективно этого было недостаточно против Магнус Магнус здесь хорошо отстоялся и по большому счету в этой партии как раз-таки было меньше всего борьбы и уверенным образом Магнус переходит во второй день на второй матч ну Яну что можно пожелать пожелать наверное продолжить вот это терпеливое давление и в целом были у него шансы Магнус просто оказался очень хорош в защите но шансы опять-таки уверен будут и просто-напросто надо верить собственные силы и нужно все получиться верим в Яна пожелаем ему успеха ну а вы уважаемые друзья подписывайтесь на канал мы будем вам очень признательны до новых встреч с вами был Владимир Добров пока